Здравствуйте, друзья! Это новости на канале Реальная Черногория. Билл Гейтс заявил, что для лечения коронавируса в голову будет вживляться не только чип, но и Дейл, а в особых случаях еще и гайка. Но это, конечно, шутка, а сегодня в новостях вы увидите. На каком месте находится сейчас Россия в мире по числу зараженных коронавирусом? С сегодняшнего дня разрешено перемещаться внутри регионов страны. Подробности кому, куда и как? Что делать, если вашу компанию закрыли на время карантина, а сейчас вы планируете открыться? Когда Монтенегро Ирлайнс возобновит полеты, учитывая, что ее долг в три раза превысил стоимость самой компании? И прогноз погоды. Спонсор новостей – магазин русских и не только русских продуктов в Будве. Микс Маркт, кстати, там пополнение ассортимента продукции из Турции. Красная чечевица, булгур, кускус, халва, лукум, чурчхела в гранатовом сиропе, жареная кукуруза, гранатовый соус, долма с рисом. Ну и, разумеется, копченая рыба, фруктовый кисель или настоящий пломбир всегда в наличии. Подробности, контакты и телефоны в описании к видео. Понедельник нас встречает прекрасной теплой погодой и новостями о всего лишь 25 болеющих в Черногории. К сожалению, эти выходные принесли вести еще об одной жертве вируса. В австрийской клинике, несмотря на все старания врачей, скончался известный барский акушер-гинеколог Душка Клякич. Во всем мире количество зараженных коронавирусом превысило 4 миллиона. А в России очередные рекорды. Каждый десятый уже заразившийся сейчас регистрируется в Российской Федерации. И в ближайшее время Россия может выйти на второе место по количеству зараженных. Конечно, Америка со своим миллионом, трехстами, пятьюдестью тысячами заболевших все равно впереди планеты всей. Однако страна уже вышла на плато и там уже постепенно улучшается ситуация. Кстати, если хотите следить за новостями Черногории и региона, то рекомендую вам канал в телеграме Черногория Новости. Сам читаю, мне интересно, поэтому рекомендую вам. Ссылка в описании. С сегодняшнего дня открыто перемещение внутри регионов Черногории. Центрального, Приморского и Северного. Для жителей Приморского региона возможен только один город для посещения внутри страны. Это Цетине. Напоминаем, что в машине по-прежнему не может находиться более двух человек старше 18 лет. То есть, если вы семья, то двое взрослых и трое-пятеро детей до 18 лет могут. Кроме того, больше двух человек в машине может быть, если речь идет о работниках фирмы на служебном автомобиле или представителях СМИ или спецслужб. Кстати, все также обязательны маски для посещения любых общественных закрытых помещений. И также с сегодняшнего дня начинает работать международнее автобусное сообщение. Причем в автобусе стоять рядышком друг с другом нельзя, а вот сидеть можно. Видимо, такие особенности распространения коронавируса. Также разрешены с соблюдением специальных мер и религиозные службы. Больницы начинают работать в обычном режиме. Участковые врачи и узкие специалисты опять готовы принимать больных. Если ваша компания во время карантина была закрыта и сейчас вы хотите обратно открыть офис или ресторан или еще что-то, то советуем ознакомиться с обязательными требованиями, предъявляемыми к юридическим лицам со стороны Министерства здравоохранения. Обязательно проконсультируйтесь со своим бухгалтером об ограничениях в работе и списке требований, актуальных для вашего вида деятельности. Если ваш бухгалтер не может предоставить такой информации или он не оповестил вас о том, что вы можете получить субвенции от государства, то рекомендуем обратиться к нашим партнерам. Главный торговый инспектор Надо Джуджи сообщает о 20 выписанных штрафах на 800 проверенных торговых точек. Главным образом штрафы выписываются за отсутствие масок. Долг авиакомпании Montenegro Airlines растет с каждым днем и на сегодняшний день он в три раза выше, чем стоимость самой авиакомпании. И в абсолютных цифрах это 97 миллионов евро. Авиакомпания планирует начать перевозки с 1 июня, однако совершенно очевидно, что вернуться к прежним объемам перевозок компания сможет еще не скоро. Кстати, один из полетов Montenegro Airlines был организован в прошлую субботу для доставки новой команды моряков для сухогруза Будва. Напомним, что на этом сухогрузе в ходе международной операции было обнаружено полтонны кокаина, который должен был быть сброшен в воду. Однако полиция следила за развитием событий все время и вовремя арестовала одного из моряков-черногорцев. Он, кстати, баранин, то есть житель бара. Была вероятность, что корабль будет арестован, и тогда бы барская судоходная компания понесла бы такие убытки, которые сопоставимы со всем объемом помощи государства за время существования карантина. Однако все завершилось хорошо, хотя команда была вся заменена. Капитаном новой команды станет Менсур Маврич из Улцине, который не первый год работает на судах немецких компаний. И о погоде. Завтра нас ждет небольшой дождик, а самые жаркие дни начнутся с субботы. Будет пасмурно, но температура повысится аж до 31 градуса. В прошлом выпуске я говорил об онлайн-экскурсии, организованной туристической организацией бара. Вот так это выглядело. И мне пришла идея, почему бы нам с гидами не организовать нечто подобное, только на ютюбе. Если вы, мои дорогие зрители, поддержите эту идею, напишите в комментариях, да, классная идея, поддерживаю. И поставьте лайк, чтобы гиды увидели, что это классно и захотели принять в этом участие. На сегодня все. Огромное спасибо хочу сказать Андрееву, Сергею и вашей супруге за донат. Если вы хотите учиться сербскому языку, обращайтесь к Варваре. Она же в том числе помогала мне в подготовке новостей. И я решил, в принципе, собрать контакты всех людей, которым я доверяю, в описании к видео. Так что, если вы хотите получить контакты людей по ВНЖ, по трудоустройству, по легализации, по обучению, по тренировкам, по аренде, жилья и так далее, все контакты, все ссылки в описании к видео. Увидимся в среду. Субтитры создавал DimaTorzok